Дональд Трамп решил сам проверить полёты на Луну. На Земле существует лунный заговор, теория заговора, центральной идеей которой является утверждение, что во времена лунной гонки в ходе американской космической программы «Аполлон» с 1969 по 1972 год, высадка людей на Луну не производилась, а фотографии, киносъёмки и другие документальные материалы лунных экспедиций были сфальсифицированы правительством США. Я думаю, самого Дональда Трампа заинтересовала данная телега, неспроста он сейчас подписал этот указ о праве США использовать ресурсы Луны. Просто так ничего не бывает, только слепые этого не увидят. Надо же проверить, как там на Луне, и возможно ли вообще полёты на Луну. Даже нормального видео с Луны нету, одни фейки голимые. Тайное правительство, эти сатанисты проклятые, все мозги нам промыли через СМИ. А СМИ – это кухни. Сатаны. Сатаны. 6 апреля 2020 года Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны, в указе говорится, что США не признают соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование спутника считается достоянием всего человечества. Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома. Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством, говорится в указе. При этом в документе отмечается, что космос как юридически, так и физически служит уникальным пространством для деятельности человека и США, не рассматривает его в качестве всеобщего достояния, поэтому политика страны должна быть направлена на то, чтобы стимулировать международную поддержку добычи и использование ресурсов в космосе. В частности, США не признают соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, отмечается в указе. В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации трактовать соглашение о Луне как отражающее или каким-либо иным образом выражающее обычное международное право, говорится в нем. В соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятом резолюцией Генассамблии ООН в декабре 1979 года утверждается, что исследование и использование спутника считается достоянием всего человечества и осуществляется в интересах всех стран мира. Государства, которые занимаются исследованием Луны, должны руководствоваться принципами сотрудничества и взаимопомощи. Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами, подчеркивается в соглашении. Трамп попросил у Конгресса денег для высадки астронавтов на Марсе и Луне. Трамп потребовал любой ценой отправить американцев на Луну в марте 2019 года, дав на это НАСА пять лет. Вслед за тем ведомство объявило о космической программе Артемида, состоящей из двух этапов — высадки экипажа с первой женщиной на Луне и полетов на спутник с созданием на нем инфраструктуры. На этот проект президент пообещал выделить НАСА дополнительно 1,6 миллиарда долларов в сентябре того же года к программе «Присоединилась Австралия». В начале февраля Трамп попросил у Конгресса выделить деньги на программу пилотируемых полетов на Марс и Луну. «Это необходимо, чтобы следующим мужчиной и первой женщиной на Луне стали американские астронавты и меньше чем. Больше чем, чтобы Америка была первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», — заявил он. «Народ давно мозолит тему о лживых полетах на Луну. Можете сами погуглить, введите в поиск «Полеты на Луну». И... Оу! Чудо! Лунный заговор! Листаем дальше. И что мы видим? Ой, а это что такое?» Да это же аргументы и факты. А в новостных лживых сайтах, таких как «Аргументы и факты», кроме бреда и рекламы, уже ничего не осталось. Смотрите сами, какую ахинею они пишут. «США хотят монополию на добычу полезных ископаемых на Луне». Серьезно? Монополию? Вы наркоманы, что ли? Какая монополия может быть на Луне? Скорее всего, вы переиграли в настольную игру «Монополия». Он же не запретил другим странам полеты на Луну. Луна — это достояние всего человечества. Пожалуйста, летайте себе на здоровье, но и другим не мешайте.